Евгений, добрый день! Добрый день, Роман! Евгений, подскажи, пожалуйста, кем ты был до сетевого бизнеса? Ну, до сетевого бизнеса я занимался многими линейными бизнесами. Такое, как основное было, это строительство. Занимал руководящую должность в строительной компании. Это не простой бизнес. Это быть, как говорится, генералом своей армии. За каждым посмотреть, за каждым уследить. На самом деле этот бизнес отнимает очень много времени. 24 часа практически ты в нем. Почему этот бизнес я отодвинул на другой план? Очень много рисков. Потому что отвечаю я за то, что сделали работники. Работники, как говорится, как у них пословица строительства. Вода прибудет, нас не будет. Но у меня очень большая внутренняя ответственность. Посмотрел, как люди строят, как это делают. Я решил отойти от этого бизнеса, потому что этот груз ответственности ложится на меня. Я привык, что я сделал от и до. Что тебя подвигло к принятию решения заняться именно сетевым бизнесом? Это легкий вопрос. Я сразу отвечу. Это время. Очень много свободного времени высвободилось на семью. На то, чтобы заниматься именно любимым делом. Любимое дело моё – это общаться с людьми, коммуницировать. Это я делаю прекрасно, превосходно. Плюс ещё промоушены пошли. Я начал ездить за границу. Я работал, зарабатывал нормальные деньги, серьёзные. Но времени не было. Уедешь – оставишь бизнес. Всё. Он стоит. Это взял новый контракт, объём. Пока его делают, надо уже искать новый. В поисках – это постоянные командировки. Это договариваться с людьми. Это как жизнь в золотой клетке. Реально это так. В сетевом бизнесе я увидел плюсы большие. А сразу ли в сетевом бизнесе у тебя пошло всё гладко? Ну, сразу скажу, не гладко, потому что в линейном бизнесе, как в тренинговом слове говорят, я красный – руководитель. В сетевом бизнесе здесь надо уже подход к каждому. То есть мы здесь растим, как своего ребёнка каждого. Это очень прекрасно, потому что я это ощутил. Уезжаешь в промоушен, а у тебя единицы идут, деньги идут, структура работает. Что ещё прекрасней может быть? Были ли моменты, когда не получалось, был какой-то провал и хотелось всё бросить? Вот были ли моменты в сетевом бизнесе, когда опустились руки? Да, такие моменты были, я вам честно скажу. Это когда не поддерживают близкие. Очень серьёзный, переломный момент, когда ты общаешься, смотрят на тебя, но ты вроде серьёзный мужчина, занимаешься серьёзным делом. Тут взял, занялся непонятно чем, куда ты ездишь, что ты делаешь, не видят этого. И, конечно, тут падает именно момент самопризнания, потому что люди начинают по-другому смотреть. Но после того, как пошли результаты, это во-первых, я очень благодарен своей супруге, что она меня поддерживает. Я очень благодарен своим родственникам, это близкие дяди, тёти, мама, папа. Они в меня поверили, но они всегда знали, всё, что я беру, делаю, я делаю это с успехом. Поэтому меня вытянуло на путь успеха, это мои близкие. Они меня поддерживают и любят. После смены бизнеса занимался серьёзным строительным бизнесом, потом перешёл в сетевой бизнес. В деньгах выиграл или проиграл? Однозначно выигрывал, потому что у денег нет выходных, деньги работают всегда. Я изначально стал клиентом. Я увидел, что есть пассивный хороший доход, который приносит стоимость денег как моё время, я сам у себя уже покупаю. То есть мои деньги уже начали работать на меня. Плюс очень большой выигрыш. Выигрыш показал мне то, что за последние два года мой капитал капитализировался в несколько раз. Скажи, пожалуйста, а какая у тебя цель на ближайший год? Моя цель – построить серьёзный фундаментальный бизнес компании Life is Good, стать директором. Ну, если в денежном выражении говорить, это минимальный доход, чтоб шёл, минимальный рекрутинговый доход – 20 000 евро в месяц. Это вот за первый год я хочу такую цель ставлю себе. Прекрасная цель и прекрасные результаты. Жень, спасибо огромное за то, что поделился своим опытом. Желаю добра твоей семье, благополучия, и чтобы твоя цель реализовалась в самое ближайшее время. Спасибо. 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 Спасибо.